Здесь у нас с тобой разбавитель, кисточку там не моем, не промакиваем, только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца, сделала сметанный замес. И сейчас сначала швырнешь мокренькие белильца, просто чтобы была некая связка, как некое связующее звено. Швырнула. Теперь берешь голубой, коричневый и вторгаешь то в пользу коричневого, то в пользу голубого. То немножечко мигнешь желтым. Вот такую кашу создать. Хорошо? Ты видишь, нет, чтобы я взять кисточку, провести, что я делаю. А дело в том, что оно сразу в среду вписывается. А кисть, как правило, проволоку протянет. А так оно мерцательно-мерцательно. Вот эти вещи. Мастихином создашь первые признаки силуэта. Первые признаки силуэта создашь вот так мастихином. Там есть что вырезать. Это края. Это вот эти края. И уже к ним начнешь пристраивать желтости. Сначала с розовостью, раз белый, желтого. Потом все более желтый. Хорошо? Давайте моделироваться. Мало того, вместо вот этого движения, которым обычно девушки, вот сразу девушки начинают вот так делать. Причем вот этим пальчиком. Традиционные действия. Количество краски должно быть таким, каким я сейчас покажу. И за пределы его не выходить. Иначе перестает моделироваться. Моделируется только вот эта малая мера, которая не скользит под пальцем. Я сейчас вынимаю лишнюю краску, укладывая сюжет. Лишняя краска не моделируется. Мало того, дымчатый характер. Посмотри. Вкусненький вот такой сумеречный дымчатый характер. У теневых и более агрессивный характер у световых. Более агрессивный у световых. Более напряженный и чуть больше краски у световых. У теневых вообще вот этот призрак слоя. По форме движения волокон. А ну? Смотри. Прямо нагнетаю на край. Нагнетаю на край. И получается вот такая, как бы толщинка лепестка. Причем то, что подмешивается зелень, очень хорошо. Он как бы часть среды. Он просвечивает. Часть среды. Похожим образом. Сначала в пользу краснот. Потом в пользу разбелов желтого. Хорошо? Темный. Это опять же коричневый. Который ты не подгравила. Коричневый, голубой. Темным чуть-чуть создашь где-то, не по всей длине, создашь напряжение линии касания. Не по всей длине, а только в некоторых местах, создашь вот такое напряжение. Появится глубокенькость тех мест, которые напрягутся. Правда появилась глубокость. Некоторые намеки на лепестки можешь тоже наметить, наметить, чтобы было не скучно главному пятно. Какой-то движ листьев вот в этом пространстве наметить. Движ листьев. Согласна, да? Давай в таком ключе. Картину вот таким образом. Ты будешь брать на мастихин Вещество. И вот такими поджогами Укладывать его по форме, дополняя Вот такими Извучиками. Узнаваемые, да? Но прежде чем ты их будешь, эти штуки укладывать Тебе нужно Довести до ума Тональности Вот, ты видишь, я желтый положил, а его нет И не звучит Потому что там краснота То есть понаполнить все, что нужно наполнить В ту меру, в которая там Он аж горит, да? Это место Понимаешь, да? И светлостики тоже начинаешь укладывать Но потом немножко дополним Аж вот таким По форме Это форма вот так Поэтому загоняем по форме Палец лежачий Средний Укладывай Так, фоновому пятну Не хватает Сейчас скажу Больше коричневого Синюшечку Уже не голубой, а синюшечку И немножечко создать Вот этого Меглистого состояния Коричневый, синий Меглистого состояния Штрихом мастихина Вот таким штрихом Где-то будешь брать Голубой Вернее Наоборот Синий С розовым Будет вот такой Синявенький Фиолетовый цвет И тоже немножечко Его туда Немножечко Вот такими Проседями Наштриховать Вот эти Плоскости То так поштриховало То сяк То есть листья Глубины между ними Наштриховать Хорошо? Давай Вот они Где-то прям Подошла к самому Цветку Создала глубину Вкусное место Давай Вот это действие Помнишь, да? Ты его ни разу Не попробовала Нагнетание на край Но этого не видно Нагнетание на край Понимаешь? Не пробовала Помнишь вот это действие? Угу Вот это Не пробовала? Да? Она просто заперлась Я попробовала Все ушло в никуда Ну давай Попробуй так Чтобы хоть видно было Что ты И здесь тоже продолжить Эту историю Вот здесь Темную Он просто там есть А у тебя Нет Я первые намеки сделал Но все-таки Я их не приметила Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Ну тебе на фотографии Это нравится Так 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 Субтитры Алексею Дубровскому Вот это Наметчики на листики. Тоже штришок, растирки. Смотри, я срисовываю не цветок сейчас, а пятно, да? То есть просто срисовываю идею самого пятна. Тоже штришок. Происходит некая организация пространства. Прикольненько. Прикольненько. Причем сразу видно, что это рукотворное, да? И видно, что такое вальяжное, легкое, что всегда выгодно звучит в живописи. Теперь к этому хулиганству несколько прорисованные проявления. Вместе они дадут. То есть если бы у нас все было хулиганистово, ну хотя хулиганистово всегда красиво было бы хорошо, а еще хорошо, когда там хулиганиста, а там с такой любовью подписано. Поехали. 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 Ну-ка давай вот такие вот цветики. Понаряднее. Не-не-не, не жирно, но понаряднее. Давай. Смотри, дымное, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Сколько, какой выбор инструмента, да? То одним инструментом, то другим, то есть, ага. И кисточкой, и пальцем. И все вместе. Вкусная графика. Вкусная зерва. Слышка, слышка. Вот еще. Ну, вообще, розы сложные цветы, так что с этим пониманием относимся к задаче. Особенно, когда нужно вырисовать более-менее внятные прорисовки. Так что, бывает иногда, что розу можно в три ударчика сделать, но если ситуация не такая, чтобы ее делать так, розы сложные цветы. Сколько за сколько продали? Ну, не продается. Ну, меньше, чем за тысячу долларов не надо продавать. Я вообще хотела вам показать. Ну, вообще, очень красиво. Теперь я хочу. Да, вот так можно. 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 Как нормальный художник, завидюха. Да. 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 Только надо теперь картинку найти. Вот эту вот. Это личное. Я спросила, поставила. Я возьму маршал. Беспокоен. Беспокоен. Ну, действительно, столько волшебства. Да, да. А вот капельки меня с тенями. Просто. Продолжение следует. Продолжение следует.